Здравствуйте! В эфире новости в студии Евгений Синебок. Помимо этого, югорская делегация в Белградском доме молодежи поделилась опытом развития креативных индустрий в округе. Представители Сербии остались очень воодушевлены югрой, а мы, в свою очередь, поддержали наращивание межнационального этнокультурного взаимодействия югры с Сербией, отметил Артур Латыпов. Югорчане получили средства на реализацию творческих проектов. На днях определили победителей первого конкурса на предоставление грантов президента Российской Федерации в области культуры, искусства и креативных индустрий. Больше 11 миллионов рублей выделили на 15 творческих проектов югры. Среди них фестиваль современного искусства, студия мультипликации, культурно-образовательный форум и другие. Напомню, всероссийский конкурс на гранты в культурной сфере прошел впервые. Заявки на грант помимо НКО могли направить некоммерческие и муниципальные организации, а также индивидуальные предприниматели. Всего распределили больше 3 миллиардов рублей на полторы тысячи творческих проектов россиян. Уже скоро, 1 ноября, начнется прием заявок на следующий год. Авторы проектов, чьи инициативы не вошли в список поддержанных в первом конкурсе президентского фонда культурных инициатив, смогут пройти обучение, доработать свои заявки и принять участие в следующем конкурсе. Депутатам избранным в Сургуте выдали удостоверение. На заседании территориальной избирательной комиссии города для получения документа о вступлении в Думу явились далеко не все парламентарии. Выбранные сургутянами депутаты окружной и областной Дум не пришли на заседание, но направили своих представителей. Председатель ТИК Сургута Светлана Гаранина предположила, что народные избранники уже приступили к работе и не нашли времени в своем плотном графике на посещение заседания. Сургутским народным избранникам удостоверение вручат на первом заседании Думы вместе со знаками депутата. Его проведут уже на этой неделе. Напомню, явка на выборах в Сургуте составила более 35%. Горожане выбрали 25 депутатов Думу Сургута, 4 представителя города в Югорский парламент и 2 в Тюменскую областную Думу. И со знанием дела будете нести, скажем так, высокое звание депутата и помогать нашим жителям города Сургута и нашего автономного округа жить лучше. В Югре подвели итоги мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2020 год. Данные озвучили на профильном совете при губернаторе. Свои позиции улучшили 11 городов и районов. Еще 8 муниципалитетов попали в антирейтинг. Так в конце списка не в Тюганской Пытьях. Жители этих городов меньше остальных довольны работой органов местного самоуправления. Помимо этого на совете подняли вопрос защиты интересов югорчан в жилищной сфере. По данным Жилстройнадзора, за 8 месяцев текущего года поступило больше 3300 обращений граждан, связанных с деятельностью управляющих компаний. Большинство из них касались нарушений правил норм технической эксплуатации жилфонда и порядка определения платы за коммунальные услуги. Жители региона считают ее завышенной. Глава региона поручила службе Жилстройнадзора департаменту информтехнологии и муниципалитетам подключить управляющие организации к платформе обратной связи и единому порталу госуслуг. Полагаю, что такой способ взаимной ответственности позволит ускорить рассмотрение обращений, обеспечить контроль качества за выполнением своевременности предоставляемых жилищно-коммунальных услуг со стороны органов местного самоуправления и исполнительных органов госуслуг. В Нефтьюганске водитель Киа выехал навстречу и спровоцировал ДТП. Накануне около полудня водитель Киа, по предварительным данным, на регулируемом перекрестке выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Хонда. Женщина, управлявшая Хондой, получила травмы. Всего за минувшие сутки на территории округа зарегистрировано два ДТП, в которых два человека получили травмы. Сотрудники госавтоинспекции задержали шесть водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, семь за отказ от медосвидетельствования. Один повторно сел за руль пьяным, 61 водитель заплатит штраф за выезд на встречку, 33 за нарушение требований к перевозке детей. Страсть к шишкам довела до преступления. В Югре появились первые сообщения о краже ценных дикоросов. Такое предупреждение опубликовали в одном из пабликов Ханты-Мансийска. Цитирую, будьте осторожны, на трассе обворовывают машины. Сегодня вскрыли машину, украли мешки с шишками. Конец цитаты. Напомню, в этом году в округе наблюдается небывалый урожай шишки кедровой сосны. Старожилы говорят, что не видели такого количества шишки более 20 лет. Вместе с этим в других регионах, возможно, из-за жаркого лета, наоборот, кедрового ореха почти нет. В результате спрос на югорские орехи значительно вырос. За мешок шишек можно выручить полторы тысячи рублей. Югорчане, независимо от рода деятельности, пошли на заготовку. В лесу работают целые семейные подряды. Конечно, такая работа связана и с рисками. Углубляясь дальше в лес, любители дикоросов часто сами не могут выйти из тайги. Встречаются в лесу с медведями. А теперь появились и криминальные истории. Большинство жителей Югры, Ямала и Тюменской области работают ради денег, а не в удовольствии. Таковы и данные исследования, которые провел сайт по поиску вакансий. 89% респондентов рассказали, что ходят на работу ради зарплаты. Чуть меньше половины опрошенных, 41%, нужен исключительно опыт. Треть заявили, что трудятся, чтобы самореализоваться. Еще один вопрос звучал так. Приносит ли работа удовольствие? 44% респондентов ответили положительно. В свою очередь, 36 опрошенных признались, что работа не приносит им положительных эмоций. Чаще других удовольствие от своей работы получают юристы, а также представители сфер искусства, развлечения, масс-медиа, строительства и управления персоналом. А теперь о событиях спорта. 5 октября в Междуреченском стартует 10-й открытый региональный турнир по боксу. Соревнования посвящены Всероссийскому дню боксера. Лучших спортсменов выявят как среди юношей от 11 до 16 лет, так и среди мужчин. В соревнованиях примут участие 100 спортсменов из Югры и Свердловской области. 8 октября состоятся финальные поединки и закрытие турнира. В Музее истории и этнографии города Югорска открывается выставка «Мужской стиль». В экспозиции представлены ансамбли, которые мужчины выбирали в разный исторический промежуток времени. Посетители смогут подробнее рассмотреть традиционные костюмы татар, киргизов, манси, удмуртов, марийцев и казаков. Выставка пройдет с 29 сентября по 30 ноября. А теперь официальный курс валют. По данным Центробанка России, американская валюта упала в цене на 35 копеек. Стоимость одного доллара сегодня составляет 72 рубля 66 копеек. Стоимость европейской валюты также упала в цене на 65 копеек. За один евро сегодня предлагают 85 рублей 4 копейки. К этому часу у меня все. Увидимся на телеканале Югра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова